На большую щедрость центральной власти рассчитывали и распорядители местных бюджетов. В регионах до сих пор не могут прийти в себя от проекта госбюджета на следующий год. Вот, например, одно лишь сокращение субвенции на образование. Это уже потеря миллиардов гривен для местных бюджетов, которую компенсировать, ну, попросту нечем. Под вопросом судьба сотен колледжей, техникумов по всей стране. Они могут попросту закрыться. Министерство финансов от этой проблемы пока отмахивается. Мол, на местах денег хватает. Но наша Павлина Василенко увидела то, что не хотят замечать чиновники. О бюджетном ударе по образованию смотрите далее. Каждый понедельник и пятницу ученики этого аграрного училища в городке Гадяч проводят на пасеке. Единственное, что у меня была такая мрія, чтобы поступить на джилера, мне не понравилось. Я знал, что есть только в Гадяч, и я приехал сюда, чтобы начаться на любом справе. Эта ПТУ действительно уникальная. Тут учат будущих пчеловодов. Многие дети приезжают сюда из других областей. Я – міський хлопец, проживаю в Харкове. Я пытаюсь, как бы, добути профессию, которая будет годовать мне все життя. Но в прошлом году это учебное заведение с 85-летней историей оказалось на грани закрытия, после того, как все ПТУ перевели на финансирование из местных бюджетов. Многие райцентры просто не могли позволить содержать сразу несколько училищ. В сечень месяц мы не отримывали зарплаты лютый, 16-го. И аж в середине березня мы только могли отримать зарплату за все месяцы и стипендии учени. И также коммунальные проплаты за использование газа, светла. Просто людям смотрела в ВИЧ, в их голодные очи, и очень просила выдержать. Легче стало в этом году, когда все ПТУ перевели на финансирование из областных бюджетов. Но городские власти пытаются и здесь экономить. Урезают региональный заказ. Хотя пчеловод – профессия государственного значения. И финансируется из госбюджета. Но денег на такие училища все равно катастрофически не хватает. Значительная сумма была выделена на подготовку за профессиями загальнодержавного значения. 119 миллионов. Эти деньги мы начинаем вытрачать только сейчас. Потому что они касались учеников нового набора. Государство формирует заказ на 19 профессий, среди которых пчеловоды, виноградари, живописцы и тестоделы. На остальные профессии, которым учат в ПТУ, заказ формирует область. Зависимо от потребностей. Но чтобы выжить, училища не ждут щедрости от чиновников. И сами начали искать альтернативу в бизнесе. Новые аудитории, форма и условия максимально соответствующие реальной работе. В этом одесском ПТУ учатся лучшие сантехники Украины, победители конкурса. Теперь за ребятами очередь из потенциальных работодателей. Работодатели, допустим, предлагают и заграничную работу. А если есть вариант, что можно остаться в Украине, для начала, наверное, себя вижу монтажником, а в дальнейшем, может, и руководителем какой-то бригады. Это ПТУ участвует в швейцарско-украинском проекте по улучшению профтехобразования. Но такие училища скорее исключение. Чтобы заполнить кадровые дыры, частные фирмы спонсируют подготовку нужных им специалистов. Это эффективнее, чем госзаказ. На очень большие суммы люди нам помогают оборудованием, материалами в подготовке. Ребята, когда к ним обращаются представители больших известных фирм, и у них появляется мотивация к работе, к обучению. То, чего так боялись в преддверии нововведений, не произошло. ПТУ не закрылись. Но изменения происходят. 18 училищ из 800 оптимизируют. Но теперь запаниковали работники колледжей и техникумов. Они боятся, что, как и ПТУ, их переведут на местное финансирование. Это для местных бюджетов будет очень проблематично. Надеемся, что Верховная Рада проголосует за то, что наше финансирование будет идти таким образом, как оно ишло и до этого времени. Вино сухое, называется Кабернес-Уминьон. Они студенты единственного на все Закарпатье колледжа, где учат, как делать вино. Новое оборудование и технологии сюда приходят вместе с международными проектами. Пять лет назад, наконец-то, колледж обзавелся лабораторией. Последнее время на виноделии, как и на другие профессии, все сложнее набрать студентов. Та же проблема, что и с ПТУ, непопулярной рабочей профессии. Хотя колледж выпускает не простых рабочих, а мастеров. Госзаказ выполняют, но вот с каждым годом удержать преподавательский состав все труднее. С первого вересня должна была зарплата для педагогических профессионалов на два тарифные разряды. Пока что финансирования нет. Недостаток финансирования и с коммунальными послугами. То есть мы имеем порядка 50% от потребности. Но будет ли финансовое улучшение? Ведь в проекте госбюджета на следующий год субвенции на образование местным властям сократили. И смогут ли они потянуть содержание колледжей и техникумов? Вопрос, ответ на который должны дать уже в ближайшее время депутаты.